друзья всем здравствуйте как вы можете видеть сегодня я снимаю видео на фоне нового растения делюсь спешу делиться с вами что я теперь обладатель колотей white fusion знаете я бью наверно сама себе не купила не купил ее муж вчера потому что стоила на 2000 рублей почти я очень долго ждала пока она будет немного на уценке потому что растения на продаже стояли очень в плохом состоянии в первом магазине они вообще изначально с привоза уже не очень хорошо выглядели вторая поставка была посвежее на 2000 рублей все-таки не было жалко а тут мы поехали в другой магазин этот же только на другой улице и там ставь снова стояли эти колотеи но были получше выглядели получше я выбрала себе получше колотею наверняка ту которая уже выживет потому что у нее есть два разворачивающихся листика в телеграм канале вчера показывала фоточки сегодня делала после стрижки фигурной вот показывал в каком состоянии я ее купила также вчера показывала какие там вот несколько фотографий делала фотографировала растение вообще которые есть магазине и заодно несколько колотей сфоткала вот показывала в общем выглядит они не очень но лучше чем были в другом магазине скажем так за ту же цену это магазин строитель вот не знаю они пришли такие вот подмороженные может быть то что пришли они когда были холода я честно говоря ждала на них оценки и все надеялась надеялась думаю хотя бы за полторы тысячи ну это была бы приемлемая для меня цена за стоит состояние такое вот вчера значит муж мне сказал говорит ну ты так хочешь купить и тогда в новую как не ходишь давай говорит я тебе йогат куплю я долго сомневаться не стала и решила что да пожалуй наверное все таки да раз на оценку их не ставят думаю если их поставят на оценку думаю они в совсем плохом будут состоянии думаю ну зачем мне уже там даже если не будет полторы тысячи тысячу в плохом состоянии совсем я не хотела бы растение покупать а тут раз предлагают надо брать сейчас я вам ее поближе покажу это она у меня уже после фигурной резки видите какие листья обрезаны очень сильно если хотите посмотреть в каком она была виде до того как я купила вот из чего я выбирала можете посмотреть мне в телеграм канале есть целые листики очень красивые так есть совсем так вот обрезанные вырезанные напрочь есть просто пострадавшие верочки и пятнышки ну так вот такой видите вот белые части у нее сильно были попорчены то есть все что обрезано это в основном белые части так смотрю в экран надо смотреть в камеру так этот показала вот такой крупный тоже вот обрезан довольно сильно вот в серединке так вот этот вот вообще на половину вот просто половина срезана вот отжилки центральные половина срезана так что вам что тут показать вот в общем я выбрала самую хорошую прям самую хорошую самую красивую вот выбрала с начинающим раскрываться листиками вот вот еще один вот видите вот я уже пересадила вчера помыла помыла значит помыла зеленым мылом с двух сторон ага да в общем кстати да я вот снимаю сейчас это видео честно говоря я не знаю буду ли я точно его выкладывать и и даже если буду выкладывать я честно говоря пока не знаю как я назову это видео потому что как бы самой колотеи опыта меня нет вот именно с этой говорят что она очень сложное растение говорят что научи очень сильно в отличие от других колотеи подвержена путин ему клещу вот эти можете видеть на заднем плане я тут принесла у меня есть колотея yellow fusion это колотея со свопа та самая колотея со свопа которую я купила там так не цепляемся тут не делимся микробами вот значит хочу сказать по поводу этих колотеи что меня пугали несколько раз что это колотея очень сильно подвержена клещу что она заразит мне все мои колотеи строманты маранты ктенанту в общем все что у меня есть у меня довольно много есть если что у меня есть видео какие у меня есть маранты ктенанты там инструментом так покрасивее поставлю что вам красиво было кстати тут есть табличка как ухаживать значит так вот как ухаживать за колотей давайте посмотрим солнышко с восклицательным знаком скорее всего что ей нужно яркое освещение это значит полив два раза в неделю три капельки три капельки это значит обильный полив так вот это подкормки один раз в месяц температура 25 до 15 градусов кушать нельзя так выращивать только дома и не ставить под вентилятор я так понимаю понимаю что она не любит сквозняк судя по всему это то что садовник рекомендует по уходу за этих колотей вот единственное что я не знаю восклицательный знак это значит что ей нужно солнце обычно когда нужно притенение по моему ставят облачко или как-то солнышко делят пополам и закрашивают темным типа сереполу тень вот надеюсь я правильно прочитала рекомендации специально оставила чтобы вам показать так значит пугалки по поводу клеща давайте я вам свою колотей yellow fusion покажу новые листики вон выкручивает видите да я ее приобрела она была очень сильно заражена клещом видите да что все с ней в порядке сухих порченных листьев нет кое-где есть вот старенькие листики но это вот прям те с которыми я ее купила так она моя яркая красотка собственно зачем я ее принесла и не тут показываю вам так давайте вот так подвину в общем эту колотей я купила с клещом и клеща было довольно много не то чтобы прям совсем там трындец но полечиться нам пришлось клеща я вывела буквально за три или четыре обработки и одну помывку значит смотрите клеща на колотее в том числе white fusion и yellow fusion и вообще на всех колотеях и марантовых которые подвержены заболеванию клещом я не боюсь не боюсь потому что я научилась с ним бороться когда-то лет пять назад у меня были повальные заболевания когда у меня гибли растению у меня есть хедера которая тоже очень любит цеплять на себя клеща и стабильно раз в год им заболевает хедера живет у меня уже около пяти лет и буквально два года назад я наконец-таки смогла побороть клеща теперь теперь я делаю профилактические обработки кстати если вы вдруг ждете от меня какого-то чудесного средства например от клеща или может быть думаете что я порекомендую что-то ну никаких чудодейственных средств не будет никаких секретов тоже не наверное ну по крайней мере я не думаю что я расскажу вам что новое и ну чем-то удивить вас тоже не смогу значит смотрите вчера когда ее купила с этим родов любоде он вот еще стоит тоже вчера купила они у меня оба вчера подверглись сначала помывки помыла я зеленым мылом с обеих сторон мыло я прям наливаю на тряпочку из микрофибра мягкую и вспениваю ее и прям каждый листик с двух сторон и черешок вот так вот прохожу мою зеленым мылом мою и оставляю минут на пять а потом водой чуть чуть горячее руки смываю душем тоже со всех сторон тщательно хорошо промываю приводим я просто так вот на пенку прям тряпку взбила и вот так его пожмякала-пожмякала короче и снова ладно сейчас про колотею да значит я ее помыла она у меня высохла я ее обрезала пересадила грунт я ничем не обрабатывала тряпнула что смогла ну и просто пересадила в тарфосмесь с перлитом если вдруг кому-то интересно меня все растения живут так вот значит она вчера у меня высохла я вчера обработала стимулятором которые стимулируют иммунитет не помню что у меня там за стимулятор в общем какой-то завалялся думаю надо добить там чуть-чуть на донышке было и вот попрыскала сегодня уже прошли сутки получается у нас да сегодня я их обработала от клеща и значит смотрите как бы карантин я буду выдерживать все равно независимо от обработок потому что в теплых сейчас и влажных условиях клещ может если он есть все-таки проявиться но я растения смотрела со всех сторон никаких следов присутствия клеща я не обнаружила но это не повод расслабляться вот обработки я сейчас уже спустя столько лет когда у меня уже были и розы которые клещ съел буквально за пару недель потому что у меня не было времени их разглядеть там лишний раз не подойти посмотреть это было довольно давно вот хедера который у меня поначалу после покупки первые два года просто не вылазила из клеща и стабильно два раза в год мне приходилось и обрабатывать причем я даже не совсем понимала точно ли это клещ вот потом я все-таки научилась распознавать кстати клеща очень хорошо видно если кто-то говорит что его не видно и не знаю может быть у вас у вас другие клещи потому что их же как бы вообще-то много в любом случае я своих очень хорошо вижу видела значит в прошлом так в прошлом или позапрошлом уже году до около двух лет назад у меня еще монстером большущая подцепила от хедеры клеща и с тех пор я стала делать регулярные процедуры по профилактике хедера с тех пор у меня клещом тоже не болела и никакие растения за за год получается чуть больше года вообще не было претендентов с клещом так сейчас скажу как я обрабатываю смотрите во первых обрабатываю я стабильно раз в сезон по жаре обрабатываю дважды в сезон вот в туалет а я обрабатывала в июне по моему начале июня и обрабатывал где-то в августе когда некоторые растения с улицы уже у меня там пеларгонии заносила домой помимо того что я обрабатываю растения во первых хорошей профилактикой является горячий душ стабильно раз в месяц все мои растения моются горячим душем те у которых скажем так большая вероятность заболеть иногда моются зеленым мылом профилактика прежде всего то есть если вы боитесь допустим постоянно обрабатывать какой-то химии неважно даже если это всего лишь фитоверм или клещевит просто мойте периодически растения горячий в меру горячий конечно чуть чуть горячее чем ваша рука водой либо мойте и зеленым мылом и горячей водичкой обработки я делаю исключительно только препаратом фитоверм либо клещевит который имеет в своем составе действующее вещество аверсектин я не пользуюсь у меня конечно есть и еще какой-то препарат сейчас я гляну что у меня есть это положила чтобы долго не думать потому что знаете в обычной жизни ты хорошо разговариваешь все прекрасно все знаешь помнишь но как только видео садишься снимать начинается бмр забыла да так ничего показывать на камеру не буду как бы ну чтобы рекламу не создавать потому что все-таки у меня ее нет так фитоверм да все верно аверсектин и фуфанон новый у меня есть но фуфанон это мимо латион я им честно говоря не пользуюсь так взяла знаете ну мало ли друг пусть лежит во первых я не считаю что фуфанон все-таки безвредный препарат во вторых он еще и вонючий в третьих как бы особого эффекта от него в плане клеща я не особо замечала еще у меня есть и системные это актары конечно же актара у меня в основном на улице пользуюсь вот значит обрабатываю я исключительно только фитовермом либо клещевитом почему объясню почему потому что в свое время я пробовала разные препараты чередовать разводила по инструкции так как написано каждый сколько-то там дней все это значит я перепробовала и раз за разом я не могла этого клеща блин вывести и мне казалось что знаете ну все пропало что я его никогда не выведу что правильно пишут что клещ это очень такой сложно выводимый урод урод да были моменты когда я готова была выбросить все прямо в мусорку но все обошлось все хорошо с клещом я справилась и теперь провожу регулярные обработки в качестве профилактики вот значит фитоверм просто такое вещество которое просто мне вот помогает сдерживать она конкретно профилактическая но не убойная там какое-то не вонючая два миллилитра мне хватает чтобы развести его по инструкции он идет на литр по моему на литр я посмотрю посмотрю да на литр а я развожу на пол-литра значит всегда развожу крепче на пол-литра если у меня вдруг есть подозрение могу развести там чуть крепче я так и много раз уже делала никаких проблем не возникало то есть но на 300 конечно как некоторые я не развожу то есть ну 400 450 500 обрабатываю при этом тюль и если она висит обрабатываю подоконник обрабатываю косяки оконные полностью заливая подоконник горшки обрабатываю растение обрабатываю и сверху и снизу и изнанку стебельки все обрабатываю и опрыскиваю грунт для увлажнения где-то на ну пол сантиметра так рассказала значит сейчас вот я обработаю white fusion обработки у меня будут каждые три дня четыре раза последняя обработка последние точнее две получаются обработки я совмещу с профилактической обработкой всех своих растений то есть раз два и следующие два все остальное вместе с ней обработаю хотя кстати может быть даже и три раза обработаю потому что разводить целую ампулу ну как бы для нее пол-литра это очень много возможно я обработаю только колотеи ну посмотрю на что хватит вот поэтому как бы точно вам скажу что клеща я не боюсь на колотеи я его тоже не боюсь все остальные колотеи маранты все что у меня есть вполне здоровые живые и с июня получается месяца никто у меня ни разу клещом не болел надеюсь не будут и надеюсь что с этой красоткой тоже мы подружимся никаких проблем не будет конечно же в телеграм-канале я буду показывать буду рассказывать все ли у нас хорошо все ли у нас получается нет ли клеща вот ну как вы можете видеть вот съела у нас все хорошо пишите в комментариях у кого есть колотеи white fusion пишите в телеграм-канал если у вас есть опыт с этой колотей делитесь как там у вас было что часто ли ее ел клещ справлялись ли вы или может быть она у вас погибла от клеща всякое бывает вот присоединяйтесь конечно телеграм-каналу да ссылку оставлю в описании надеюсь это видео было вам хоть немножечко полезным заодно я похвасталась своей покупкой и не одной вот всегда в телеграм-канале я все выкладываю чуть-чуть раньше там кстати показывала вчера горшки из бу-центра какие там были и какие-то такие знаете замороченные красивые и попроще вот периодически когда бывают таких магазинах также показываю какие растения есть наличие напомню если что я в калининградской области вот хожу в магазин строитель там довольно большой выбор в оба и на гагарин и на московском и иногда захожу в бу-центр ради кашпо горшочков ну и заодно иногда посматриваю какие там есть растения оценочку посматриваю вот флюбодиум например он у меня с уценочки за 300 чем-то рублей не помню уже сколько в телеграм-канале канале есть фотография за сколько я его на оценке купила кстати неплохо выглядит у него очень много точек роста вот ну в общем друзья поделилась поделилась опытом рассказала значит все что знаю все что у меня было вам рассказать поэтому если вдруг у вас какие-то есть и проблемы с клещом попробуйте мой метод может быть вам он поможет и все у вас получится спасибо всем кто досмотрел это видео до конца пишите в комментарии ставьте лайки делитесь своим опытом скалаты и white fusion и присоединяйтесь телеграм-каналу всем пока